Всем привет, всем привет, с вами Шуму Мэнгер и на канале Ушум Мэнгер и сегодня поиграем в игру под названием WE ARE THE REVOLUTION Это третье видео по данной игре и посмотрим сколько я продержусь в этом видео опять же по дням и по часам Собственно говоря, ты кто у нас? Ответчик может представиться с суда? Тем и знаем, что за злодей перед нами Маттьео Бюррель, главнокомандующий национальной гвардии и... Хватит болтать! Давайте перейдем к показаниям Так, записная, кстати, записная книженция Эффектов у нас... у нас репутация вообще печальная, смотри какая У нас как бы репутация минус 9 Нам как бы вот... нам бы как бы вот чуть-чуть повыше бы Кстати, я же открывал... а... Ой, смотри, ничего себе сколько я уже открыл Старейший командир национальной гвардии Он достаточно повидал своей жизни, чтобы не слишком надеяться на простых людей Даже если те способны устроить государственный переворот Он связан с Давидом Художник, политик, революция часто обретает воплощение в его картинах, что касается политической карьеры В ней он эффективный депутат конвента Две стороны его жизни смешиваются и вдохновляют друг друга К примеру, когда он добился закрытия французской академии, учреждения, которое многие годы его отвергало Он и судья Фидель Дамни Друзья Судья революционного трибунала, известный как пьяница и игрок Протеже и друг Раймона Де Войе Который открыл ему путь в мир и законный порядок В обычной жизни, чем не примечательная лично Динистром другим делом Так, ладно Это не будем пока читать Значит, папка сдел... О, три штуки Подожди Что мне нужно? Место событий Причина отставки Причина отставки И место событий Погнали Значит, первое На скамье подсудимых сидит Матью Бурель, бывший главнокомандующий национальной гвардии Подсудимый ответственен за смерть 34 человек Нормально так Принимавший участие в ДНСР против королевского власти В тот день, около 15 часов дня, две случайных групп протестующих встретились на одной из улиц Ведущих к Вандомской площади Так, чаек Без чайка тяжело играть в нее Нужно очень много зачитывать текста Поскольку одна группа выступала в защиту гражданина Капета А другая, напротив, поддерживала его Между ними возник конфликт, приросший в ожесточенную спору Ни одной из сторон не удалось одержать верх Поэтому они быстро перешли на взаимное оскорбление и угрозы Вскоре после этого на место прибыло подразделение национальной гвардии Возглавляемое подсудимым По показаниям очевидца Белозефосета Внокомандующий Матью Бурель встал между группами Граждан и попытался уговорить их мирно разойтись Его доводы быстро пропотнули в криках толпы Несколько протестующих обвинило командующего в нарушении их свободы слова Над головой Буреля пролетел камень После этого он отошел обратно к своему отряду Стоя вшево на отдалении от толпы Граждан и командующий приказал солдатам зарядить оружие И прицелиться в протестующих Он громко приказал людям расходиться Что, разумеется, было проигнорировано гражданами Франции Тогда мимо его головы пролетел еще один камень Едва не задев, как говорит, фацет Однако камень ударил одного из солдатов в грудь Отчего у того на мгновение прихватило дыхание Бурель отдал приказ открыть огонь Он от выстрелов погибло 34 человека с обеих сторон протестующих Во время ареста Бурель попытался объяснить Что действовал на основании решения трибунала Якобы позволяющего примесить его в случае необходимости Также он ссылался на депутатов конвента Якобы поддерживающих это решение Прокурор Тенвиль проигнорировал те объяснения И его пламенная речь убедила депутатов Отстраниться до командования гражданина Буреля Теперь прокурор пытается убедить судью В необходимости дополнительного наказания Открываем 9 вопросов 9 вопросов Значит Нет подожди Да понятно Да как нет Так Ооо Неправильно А у меня нет очков влияния И я все У меня один вопрос Согласен ли обвиняемый Что приказ зарядить ружье Было отдан слишком рано Почему Потому что он мог еще сильнее Справиться и так разделен на толпу У жителей прожили Я один открыл вопрос Прикольно Охрененно Это замечательно И что мне делать Вместо событий Подожди Я не знаю Ни компетентность Наверное Да Где он там был То это На Вандомской площади И что Вот что мне делать Присяжные Ну понятно Что они не готовы Потому что Потому что Все Душа погибешь И наконец Смогут обрести покой Хорошая работа Ага Я не знаю Репутация плюс один Очки влияния плюс один И ребят Ну я честно Я старался Три попытки Ну Я Скорок Скорок Я попробую Завоевать Расположение Толпы Это собственно Я Да Ну и что Попробовал Завоевать Расположение Толпы Презнеся Речь Или сразу Перейдите Казни Помните Как только Вы начнете Презнать Речь Пути назад Уже не будет За глупую Или неловкую Речь Вас только Смеют Настроение В зависимости От вашей репутации Агрессия Толпы Будет Выше Или ниже Раздражение Ё-моё Проработка стратегии Перед попыткой убеждения Вы можете оценить Различные подходы Ко всем темам Обсуждения После выбора Всех эмоций Вы увидите Общественную оценку Наклонности Пересадан Так а как я должен Революция Ага А как Мил А как Мил А Я не могу Что ли Пере Как Как изменить Подожди Escape Мне Я не могу Я А как изменить Я не понял Нет же Там же Не так же Было Приводя Прикорно Мы делаем Улицы безопасно Мне жаль Не те Кто умирает На галлитине А те Кто пострадал Преступники Думают Что за нашим Терпением Скрывается Слабость Докажем Что они Заблуждались Разражение А его нельзя Было делать Я тупой Нельзя было Напористо Короче Делать Козел Отпущение Умрет Чтобы вы Ушли Безнаказанным Вам совесть Позволит Спать по ночам Короче Да За революцию Короче Нельзя Нельзя Было Я теперь понял Ты выбираешь Стратегию А потом Используешь Там четыре Эти штуки Вот так Он наш Для жителей Парижа Нет ничего Более унизительного Как быть Свидетелем Побега Гражданина Каппета Он сбежал Ускользнул Прямо Из их рук И теперь Революция Кажется Слабая И немощная Люди Похожи На наивного Ребенка Которого Каждый Может Обмануть Однако Республика Быстро Отправилась От удара Благодаря Почтмейстеру И людям Которым Удалось Переходить Беглецов На пути В Монминди Простые Граждане Держали Верх Над Монархом Вам Тоже Выпадет Шанс Послужить Республике Завтра Гражданин Каппет Представит Трибунал Вам Решать Как История Запомнит Вы предателем И трусом Или Непутевым Политиком Если бы Решал Тюрем Сража Схолба Наверное Так Я не знаю Влияние Ваших Делал В действии В суде Ой Все Поднялись Нет Нет Да Но он же Он же Поднимет Это Или нет Или нельзя Все время Через ребенка Типа Я не знаю Ребят Что было Там В том О Немножко Побит Какой-то Репутация Минус 4 Почему Репутация Минус А так Я скоро Сдохну Прикольно Я не успел Начать Как уже Все Ой Бунт Еще Может О Тюрьму Со Со Отечественники Гражданин Капетра Неизвестный Как король Франции Людовик 16 Должен Поднести Наказание За заговор Против Французского Народа Луи Капетра Пытался защитить Свою абсолютную Власть Прилетя Интриги Против Национального Учереденного Собрания Народа Франции Мы все Помним Июль 1789 Года Он собрал Армию 15 иностранных Полков Приказал Я окружить Париж Под Предводительством Барона Де Безенвале Солдаты Захватили Депутатов Собрания И стреляли В граждан Защищавших Реформ Немецкий Полк Пролил Первую Кровь Когда план Провалился Луи Капетра Пытался Сбежать С страны Со Своей Семью За Рубеж Сговориться С иностранными Монархами Не потому Ли Июльской Ночью Пытался Сбежать Из дворца Под чужим Паспором Разве не направил Он на Медигра Среди верно Ему войска Если бы не Почтмейстер Друэ Этот загород Окончился бы Для нас Трагедией Луи Капет Никогда не покончит С мыслью о том Чтобы поддавить Революцию силы Перед событиями 1992 года Он приказ удвоить Швейцарскую гвардию Рассквартированную В Тюлери Он провел Провокационный парад В попытке напугать Граждан Но людей не осталось Выбора Им пришлось действовать На опережение До того как Капет начнет Атаку В граждан Парижа Попал в Таши Сосновь безумие Стреляли Даже после того как Капет укрылся В национальном собрании Улика Приказ Отданный Маршалом Дебраули Барану Дебензиуалю Мы открыли Кого-то Нет А мы его убили Да Понятно А да Вопрос У меня Последний Остался Да Ну Как Вот Я по-моему В прошлой игре То же самое Да Вот как играть Я один вопрос открыл Как играть В эту игру Я не понимаю Ну Свидетель Жан Друэ Пач Мистер Сэнд Мину Миссия Судья И подсудимый Мой Капет Представил Свидетелю Своим Полным Именем Нет Он вообще Не представился Он лишь Показал документы Выданные на чужое имя То есть Он попытался Скрыть свою личность Можно я так сказать Я обращалась к нему По имени Из документов Которые он мне показал А он не возражал Тогда Как вы узнали Кто он на самом деле По изображению Бумажная ассигнация А потом курьер генерала Лафаэта Подтвердил мои подозрения Посвершил варран Чтобы повесить власть Говорил ли Посудимый Кому нибудь Целить свое путешествие Он спрашивал Дорогу в Монминди Я посоветовал ему Проезжать через Вары на Аргон И наказал Возницей Быть осторожен Дорога там плохая Посудимый Есть что добавить К этим показаниям Показания подтверждают Что у меня не был Намерен скрыться Я всего лишь совершал Вояж по Франции Как дозволен Любому свободному Гражданину Какой на свободу Ты гонишь что ли Не Короче Я не знаю Смертный приговор Да Все Подпись Я выйду К ним Попрошу всех Остаться на своем За погоду Я не вернусь Ой Что я буду делать Опять толпа Люди Что остревожило вас Почему вы так злитесь Роль нас обманул Этот трус От нас сбежал И это правосудие Сбежит Железным шкафом Нашли доказательства Измены короля У меня одно очко О, отлично Короля Короля Больше ему не скрыться А если он попытается Убежать Я убью его Своими руками Любая измена против Франции Будет караться смертью Мы изучим новые уики Если сухи подтвердятся То я уверяю вас Что сам обезглавлю Предателя Я понимаю Что вам быть спокоен Вы выбрали людей Которые позаботятся О ваших интересах И защитят вас Верьте мне Отлично Так Здесь мы Преуспели Так Теперь у нас Это правда были Найди доказательства Вины Капета Вот это новость Может подсудимый Объяснить Почему он скрыл От конвента Существование Тайного железного шкафа И содержащегося в нем документов Я ничего не скрывал От конвента Никто не спрашивал меня Об их существовании Вы держали корреспонденцию Под замком Мы смогли добраться До нее лишь с помощью Опытного замочного Вскмастера Во всяком состоянии Парижанина Есть шкаф Запираемый на ключ Меня например Весьма заинтересует Заинтересует Слесарное дело Новое Новое Так новое Извиня Ребят Соотечественники Горожден Капет Ранее известный Как король Франции Людовик Штен Должен понести карту За заговор Против француза народа Луи Капет пытался Зачитить свою Соленула Спитая интриги Противенциального Мы все помним Блин-блин-блин Так это мы Почитали Попытался сбежать С рубеж Улики Приказ Соды на маршал Дебруль На барон Дуказания Данной министром Держан Письмо От императора Леопольда Одиннадцатого Письмо Открыл Вильяма Франгерцка Гушнуйского Так а я могу Опять сделать Да А могу Да Смотри Твою мать Твою мать Так это хорошо Вам были известны Намерения Императора Герцога Брауншвейского Почему вы не Предупредили Национальное Собрание И армию Я не расслышал Я не воспринял Эти угрозы Серьез Попахивает Изменой Я процитирую Мои войска По первому же Приказу Это по вашему Не похоже На серьезную Угрозу Герцог Карл Импульсивный Я никогда не допустил Бои мысли Что он способен Опасть на Францию Был ли подсудимый Ответственен За попытки Подкупить депутатов Собрание С целью Распустить собрание Я не подписывал Документ Месье судья Но он был найден Среди ваших вещей И там однозначно Говорит свою благодарность Королю Я намерялся Отдать министра Ролана под суд За злоупотребление Полномочиями Документ был у меня На этот случай Вы намерялись Три года Но никакого Суда Так и не состоялось Этот суд Должен состояться Ролану придется Исповедоваться Перед гильотиной По всеми момент Министра юстиции Я приказывал ему Заняться проследованием И привлечь К ответствию Министра внутренних дел Посудимый намеревался Направить вооруженные силы Императора во Францию Определенно не намеревался В своем письме Император весьма ясно Дал понять О намерениях Ввернуть порядок Внутри Франции Мне неизвестно Намерение императора Леопольда Но я не Но я определенно Не позволил бы никому Пролить французскую кровь Выставляет вас В плохом свете Господь свидетель Это лишь частная Переписка с моим Шуриным Это уже не просто Переписка Если она касается Вопроса государства Безопасности И ведется Правителям этих государств Подсудимый состав Так Как подсудимый Объяснил Почему император Подписал ему письма По-моему так Да А я не Ага Почему император Нет такого Почему император Упомянул Незадолго До вашего потешения Что ждать Увидеть вас И вашу семью В границе Его империи Чистая случайность Император Лишь не боялся Зажить своей сестры Не на секрет Что у европейцев Монера Весьма превратное мнение О революции А не видит ее Как вруженном Так Я понял Плохой судья Почему плохой судья А Слишком затянулся Такая все Я готов Ничего себе Они еще там Они еще Они еще И Что-то там Возникают Плохой судья Сами вы плохой судья Я должен разобраться Суд объявляет Гражданина КП Это предатель Вратовской нации И приговаривается Гильотине Слава народу Смерть Тирану Все Отлично Репутацию Немножко Минус 8 Стало А было Минус 16 По-моему Или минус 9 Плюс 7 Отлично 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 А я очки влияния Уля-ля Хороший денек Да Согласитесь Или нет Ну в смысле Ну нет конечно Мы потому что Убиваем Человека Но Но я имею ввиду В игре Они понимают? Их волнение Чувствовалось Сильнее Чем запах Свежей Тревесины Из которой Сделана Гильотина Знают ли они Что должно Произойти? Овцы Что у них Все время Были Клыки И когти И стиснутые Кулаки Подчиняются Одной Единственной Мысли Преклониться Перед новым Беспощадным Идолом Украшенным Сияющей Стальной Диадемой Как и он Я тоже Ощущал На себе Их взгляды Измолванный Помощник В этом ритуале Нового культа Случайный Приспешник Испуганный Сомневающийся А вдруг Старые боги Захотят Возмездия За это Предательство Он Отринул Их С такой Легкостью Я не Различал Их Криков Я лишь Чувствовал Тошнотворный Запах Исходящий От их Потных Тел Но я Прекрасно Понимал О чем Они кричат Тай нам Короля Я Попробую Забывать Расположение Толпы Опять Что Давай Сверх Несчувствительное преступление. Нельзя напористо к подсудимому. Понял. Преступление. Гелетина кажется прощением за столь тяжкие грехи. За такое нужно пытать. Вы хотите пыток? Подсудимый. Поаплодируем герою спектакля, называющегося Я Невиновен. Да ёптель. Власть прошлых правителей, чьей целью были страдания народа, закончились их быстрой смертью. Да иди ты в сраку со своей репутацией, падла тварь. Ну ладно. Буду казнен невинным, я прощаю моих врагов. Блин. Блин, получил 8 репутаций и потерял 4 репутации за ссаную речь. Что за бред? Ущипни-ка меня. Это разве не та самая карта из дела Мюглера? Ты что, украл из суда улику? О нет, что-то я её не крал, а просто нашёл ей применение. В твоей комнате она принесёт больше пользы, нежели в пыльных ящиках судебного архива. В конце концов, это копия плана Тюргона за жиловожительного отношения. Какое замысловатое объяснение. Считай её подарком, так что забирай молча. Тебе стоит подумать о событиях вокруг короля. Вся эта ситуация весьма необычна. Я выше тебя по статусу, и судить Людовика должен был именно я. Никак не могу понять, зачем Робисперио понадобилось просить твоей помощи. Ты что, завидуешь? Конечно, я завидую. Это исторические моменты, люди будут десятилетиями о нём вспоминать. Мне кажется, что без осложнений я не обойдётся. У меня такое чувство, будто кто-то играет с моей жизнью, будто наизримая сила толкает меня навстречу урагану. Путь начеку. Ты попал в мир политики большого города, и это значит, что кто-то должен будет уступить, чтобы ты получил место под солнцем. Ну, что это за пораженчество в голосе? Мой муж теперь важный человек, радоваться нужно. Легче стрелять в того, кто стоит на аванс-сцене. Так, ваш действитель, так, хорошо. Так, это нельзя. Политические дебаты. Не, мне нужен народ. А, репутация мне нужна. Да, погнали. Но почему репутация? Потому что мне нужна репутация. У меня с репутацией совсем плохо. А вот он немножко не натянет немножко мне вот репутацию. У меня с репутацией плохо. А если с репутацией плохо, то это плохо. У меня так могут и ничего не сделать. Люди как будто сбросили с плеч незримую нож. На улицах уже спокойнее. Даже окна вставили новые. Ммм, неплохо. О! Любизный гражданин... Очки влияния плюс один. Репутация мне нужна. Любизный гражданин Фидель. Пишу, чтобы поздравить вас. Вы стали частью истории нашей страны. Все только и говорят, что о суде над гражданином Капетом. Помимо этого, мне бы хотелось обсудить другую важную тему. Назначение нового главнокомандующего национальной армии, который заменен гражданином Бюреля. Я искренне считаю, что нет лучшего кандидата, нежели я. Если вы дозволите. Я бы хотел нанести вам визит сегодня вечером. Так, а что там с иерархией-то у нас? Пока ничего не понятно, да? Так, публика сердится. Так, нахуй она пошла. Что это такое? На дебактах в кафе ProCop дерзкий Сен-Жуц в апелляционной манере назвал всех судей порочными пережитком антиен режима. Старого режима. Сейчас он выбрал вас в качестве примера. Снова. Репутация в минус. Поддержка вопроса целевого людо в минус. Репутация вообще капец. Я понял. Прикольно. На скаме по ценим сидит жена приговоренного гражданина Луи Капета. Мария Антонетта, 38-летняя австрийка, которая в 14 лет приехала во Францию, чтобы выйти замуж за 16-летнего в Людовик. Их брак носил исключительно политический характер и служил укреплению союза между Австрией и Францией. Мария Антонетта и ее покойный муж не доставила опыта и знает, что браковать в страну. Но их некомпетентность привела к тому, что Франция погрелась в долгах, а французы в голоде и нищете. Бывшая королева и ее муж были не способны удержаться от ведения распутной жизни. Даже когда простые граждане могли купить корку хлеба. Мария Антуэна и Лу Капет пытались сбежать из дворца Тюилири, где их доезжали революционеры. Супруги намеревались вернуться во Францию с войсками, но были задержаны счет того, как смогли пересечь границу. Луи и Мария Антуэна смогли избежать линчевания только благодаря протекции Антуана Барнава. Выдающийся оратор выступил в защите, что навлекло на него подозрения в заговоре. И, возможно, Мария Антуэна обольстила его, чтобы воспользоваться в своих политических целях. Много лет действия Марии Антуанетты австрийской вредили интересам Франции, ввергая государственный бюджет в бездну дефицита. Ею был создан так называемый австрийский комитет, целью которого было подавить революцию и воскресить монархию. Мы подозреваем, что провалы попыток Франции противостоять Австрии также являлись средствами ее подрывной идеятельности. Так, 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 так. Она могла выдавать своей родине военные Танны Фран, но у нас не достаёт улик. Ко всему прочему, вдова КПТ обвиняется в промискуитете. Более того, есть подозрение в том, что она развратила собственного восьмилетнего сына Дуфина Луи Шарля. Теперь ты заплатишь на всё. Прошу вас представиться, гражданок, прошу прощения. Я могу интерпретить ваши встречные вопросы как к неуважению к суду. Мария Антония, я так же известна, как Мария Антония, однако я предпочла, чтобы ко мне обращались королевы. Я буду обращаться к вам подсудимые. Почему не ты шлюха австрийская? А, у меня вопросы-то я забыл, да? Так, вопросики, вопросики. Восемь вопросов, восемь вопросов. Очень плохо, очень плохо, очень плохо. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Вот как это зависит. Ну ладно, так. Значит, подожди. Все плюс, а мне нужно... Ага, ладно, хорошо. Так, мы начнём не с гильотины, а начнём вот с этим. Подсудимый вела распутную жизнь. Даже то, является ли гражданин Капета, отцом своего сына, давно ставится под сомнением. Подсудимый, что ты ответил на эти обвинения? Я всегда хранил верную супругу. Все врачи лишь кухаркины сплетни. Подсудимый, боится об этом рассказать? Здесь не о чем говорить. По словам гражданин Капета, эти сплетни всё же правдивы. Он мёртвый, ваше замечание искренне уместно. Я всё равно отвечу. Мой муж доверял мне, а я ему. На этом всё. Каким вы видели своё будущее, если бы попытка побега увенчалась успехом? Мы наверевались выжить. Нам казалось, что в этой стране нас не ждёт ничего хорошего, и мы определённо не ошиблись. Конечно, вы прекрасно основали, что люди не простят вам свои страдания и захотят возмездия. Многие бы радовались моей смерти. Если бы не ваш побег, нам не пришлось бы сегодня говорить. И люди не потеряли бы к вам те немногие остатки доверия, которые ещё оставались. Все считают, что побег был частью вашего заговора. Я всё ещё желаю видеть хоть одно доказательство этого заговора. Какие отношения были между Антоном Барнавом и сыном подсудимой? Антон был другом семьи. Полагаю, Шарль любил его и даже восхищался им. Как вы относились к гражданину Барнаву? Как к любому другу. Это вас так удивляет? Нас это совсем не удивляет. Какой характер носили ваши отношения с Антоном Барнавом? Он был у меня другом, он помогал моей семье и был одним из немногих людей, что относились к нам с достоинством, когда все остальные отвернулись. А знает ли подсудимая штаба, обратившись за помощью гражданин Барнава, она и навлекла на него серьёзные проблемы? Я не давал им никакого обещания и просила помочь. Мы были родственниками души, но, друзья, такое случается. А в Поселево с ним тоже случались? Конечно же нет. Тогда я из-за чего вам так рискал, переписываясь с вами? Я лишь надеюсь, что его ждёт справедливый суд и оправдание. Читает ли себя подсудимая образцовая матери? Я не могу и не желаю отвечать на этот вопрос. Вам следует спрашивать моего сына. Мы обязательно спросим, но перед этим я бы хотел спросить подсудимого об обвинении в растлении Луи Шарля. Я не отвечу, потому что сама природа отказывается отвечать на подобные гнусные обвинения в адрес матери. Вызовите свидетеля сына подсудимой Луи Шарля. Здорово, мелкий. У тебя как дела? Меня зовут Шлуи Шарль. Вы знаете, почему вас вызвали сюда? Нет, а почему? Ваша мать делала с вами что-то, что вы считали неправильным. Например, вещи, которых вы бы стыдились. Мама любила обнимать меня на глазах у всех. Меня это смущало. Она часто вас обнимала? А я вам очень часто иногда и по ночам приходила, чтобы меня обнимать. Тогда вас это тоже смущало? Нет, потому что никто её не видел. Ваша мать упоминала, что намерена сбежать в Австрию, покончить с республикой? Нет, мама и папа никогда об этом не говорили. А к вам часто приходили месье Барнаф? Ещё как, я очень люблю месье Барнаф, он всегда очень любезный, приносит мне игрушки. Недавно он подарил мне деревянного солдатика. О, на вашу маму когда-нибудь делали что-нибудь странное? Мама однажды сказала уважать его так же, как папу. А-а-а! Всё. Почему вы позволили себе жить в Роскале? Взгляните на свой прошлый королевный, если рассветите, что были перед ней. Если вы внимательно изучите, то вы заметите, что я тратил гораздо меньше денег. Мы также примем во внимание условия, в которых граждане Франции жили тогда и во время правления обвиняемого её мужа. Так, подожди. Вы когда-нибудь передавали Австрии военные тайны Франции? Какие военные тайны? По-моему, я могла знать. Как минимум силы вооружения наших войск. Что за абсурдное венение? Да я мортиру от мушкета не отлечу. Вам и не требовалось отвечать, если бы было сделать записи и отправиться к врагам во Францию. Я кролева, а не шпионка. Должен признать, что между Антуаном Барнавом и вами много общего. Подсудимый приходил в голову, что он мог помогать вам ради собственной выгоды. Я никогда об этом не задумывался. Антон добрый человек, пожелавший помочь. А какие у него политические взгляды, не мне судить. О, главное, что вы с ним сходили в ненависти к Франции. Это нонсенс. Мы гладали кости, когда вы обжирались мясом. А что я еще могу тут сделать? Я же не понимаю. А на что? На зартные игры? Наверное, я не знаю. Наверное. А на зартные игры? репутация враг во дворце правосудия это что значит да иди ты срак услышь вообще бред вообще никак не вообще не вот не вообще не прав но по ни разу не попал а можно мне убрать а что значит вовлеченное отношение ладно преступление ёптель моптель я опять потерял и да да иди ты в сраку а проще короче вообще не делать это говно блин ну это бесит меня блин я мог и не выбирать и не тратить очки влияния ну блин такой бред конечно но ладно опять терять четыре очка просто так что если мне нужна поддержка людей там не стоит поискать ее в вашем доме и он так граждан рио мой муж будет более чем счастлив поддержать вашу кандидатуру на пост главнокомандующего звучит так будто меня ставит перед свершившимся фактом прошу вас не сердитесь на вашу супругу я верю что она действует в лучших побуждений давая такое обещание как может кто-то отказаться в поддержке такому уважаемому офицеру я точно знаю что мой муж признает ваши добродетели как и я сомненно но как я могу быть уверен когда есть только кандидатов о я разумеется уважаю других кандидатов все они очень достойные люди но я в отличие от них могу предложить нечто действительно цен на свою верность наше сотрудничество пойдет на пользу нам обоим и парижу тоже само собой наша семья высоко ставит искренность и верность не так и дорогая помимо этому уважаем личный выбор совершенно верно само собой надо положить конец этим гнусным слухам о ваших пристрастиях знаете что я никогда не забываю тех кто оказал мне услугу пока что только слова граждане на анрио я абсолютно уверен что ни один другой кандидат не просил вашей поддержки они не считают вас достойным их дружбы но я франсуан рио не таков как и мои слова мой муж уже должен был это заметить мерси чтобы там не вопили толпы париж силен настолько насколько единый его лучший представитель я не стану отказываться от обещания моей жены нам дальнейшем вам следует обращаться ко мне безусловно так так то а я в плюсе мне вот этого нужно и репутацию минут нет нет блин мне нужен влияние на народ делать у меня и репутацию нужно в следующий раз мы влияние на народ сделаем а подожди ты вот ты должен а почему ты же ты же ты же обезглавление точно не пошло из и не вы точно не вышла из мода с начала революции на одной из парижских улиц собралась группа людей окруживших лежащий на земле предмет благодаря своей должности вы сумели пробиться в середину толпы нога откнулись прямо на грублю на отрубленную мужскую голову всеобщее внимание привлекло выражение лица этой головы она ухмылялась это было настолько неожиданно что завороженные люди просмотрели на нее не проронив не словом стало любопытно задумался у меня нету неизвестно как еще они тарачили знакомы сколько еще одна она продолжила улыбаться о класс я видишь я очко не смог потратить то что у меня нету и а плюс я сделал плюс 2 обычного люда опа это что-то новое париж новой эры и акс и чего тут мы можем делать week vulnerable to attack слабый уязвимый ждущий чтобы кто-то захватил власть а мы сейчас по карте пешки пошли в бой последние дни доказали что париж может победить франция может победить мы преодолели оковы прошлого лишь последнего тирана остатков власти пришло время строить заново создавать символы которые будут вдохновлять будущие поколения вот почему на собрание конвента и предприимчивые граждане предложили воздвинуть статую вековечь победу революции над беззаконием вам было оказано честь руководить строительством кто может быть лучшим кандидатом чем человек сразивший луи капета вам дана возможность оставить в париже еще один след каждая секция может контролировать с вами вашими неприятиями быть нейтральной а контролируемый секс каждая захваченная вами секция дает вам одно дополнительное очков влияния вдобавок к этому на вашей территории шанс успеха миссии становится выше агенты врага тоже могут захватывать ваши секции на территории вражеских секций действия имеют меньше шансов на успех закрытые секции некоторые секции закрыты от вашего влияния откройте их с помощью любого агента чтобы выполнить в них другие действия открытие чтобы открыть секцию вы должны сперва провести вне разведку вы можете открывать секции только по соседству уже открытыми на колено жители реагируют на ситуацию в игре повышая или понижая накал страстей в секциях парижа если накаленность накаленность а поднимется слишком высоко то может вылиться вылиться в бунт пункт и вандализм энд игрок от пройти агентов на миссии понятно великан хорошо пока для драк получена репутация подавления новой толпы дипломат захвата секции улучшать отношения с фракциями снижать наклоненных все слабее в дуэлях сражескими агентами движение можете свободно перемещать агентов между вашими секциями нового вражеских и центральной секции не могут это на одну ячейку в день ёптель я думал будет немножко все по-другому а там накаленности ты и нету это он ёптель моптель тут еще и смотри и тут еще и какие-то средства монумент чем больше секции вы контролируете тем быстрее идет средства монумент каждый последующий этап к строительству дает вам контроль на еще одним созданием возле монумента здания каждый зайдет вам до соц действий выбирайте за который подходит под ваш стиль игры понял то есть а я могу захват пока я не понял подожди пока нету вражеской секции подожди я что-то не понимаю что там что-то нам делать а завершаем день так день восьмой слушай за неделю мы нормально тогда типа поднялись кровавое начало жестокий пролог объявленный плывущим красным занавесом чужой гнев заставлял сжиматься мой желудок ноги утопали в темных лужах от воздуха во рту оставался железный привкус я услышал чей-то крик головы им в тенях скрывался гнев слишком долго он ждал чтобы теперь проявлять милосердие слишком долго закрывал уши когда другие смеялись над его недостатками в его устах слились тысячи улыбок тех кто мечтал об этом кровавом рассвете о том дне когда умрут их враги их братья а новая репутация минус 8 ёп твою налево очки влияние минус один простой лит минус 4 а почему с какого хера иерархия марат какой-то марат башаров башария книжка почему так все плохо а у меня нет репутации уже лол прикольно ладно ребят я на этом закончу данную серию если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами был шум мега всем счастливо всем пока